Добрый день! Сегодня мы поговорим про то, как устроено ударение в языках мира. Мы знаем, что русское ударение — это очень сложная и непростая тема для носителей русского языка и для изучающих русский язык. В этой связи возникает довольно тесный вопрос — насколько странно или наоборот обычно смотрится русское ударение на фоне ударения в других языках? Какие есть закономерности, которые управляют ударением в других языках? Можем ли мы обнаружить какие-то вещи, которые позволяют сказать, что, например, в том или ином языке мы можем предсказать по внешнему виду слова, куда падает ударение? И, может быть, какие-то такие закономерности нам даже удастся обнаружить в некоторых фрагментах системы русского языка? Вот это, собственно говоря, те вопросы, которые возникают у нас, когда мы начинаем думать про ударение, выходя за пределы русского языка в более широкую перспективу. То есть мы сегодня поговорим про ударение в перспективе, как говорят лингвисты, типологической. Не в одном языке, а сразу во многих языках мира. И будем надеяться, что та выборка языков, которую я вам сегодня представлю, довольно неплохо отражает те явления, которые вообще бывают в области ударения в языках мира. Ну, начнем мы с того, что вы, наверное, и сами знаете. А именно, давайте посмотрим на то, как устроено ударение во французском языке. Вот перед вами шесть слов по-французски. souvent, часто, parler, говорить, château, крепость, attention, внимание, reviendra, вернется, participant, участник. Шесть слов, они написаны не в традиционной французской орфографии, которая очень нетривиально соответствует произношению, не записаны в фонетической транскрипции. То есть это специальные значки, которые вы здесь видите. Ну, например, вы можете заметить, что у нас есть буквы с надстрочными знаками, например, вот буква с тильдой, это он и он, э и н. Это носовые гласные. Вот эта вот буква, которая похожа на с с хвостами, выходящими за пределы строки, это ш. Гласные, которые выглядят как перевернутые е, это гласные типа э, так называемый шва, краткий, редуцированный гласный. Ну, и вы видите, что во всех этих словах стоит значок ударения. Стоит, правда, непривычным нам образом. Здесь стоит сразу об этом сказать, что ударение в фонетической транскрипции часто принято ставить по-другому, чем вы привыкли. Не в виде такого вот наклонного штришка над гласным, который несет на себя ударение, а в виде вертикального штриха перед слогом, который будет ударным. Вот вы видите, в слове souvent перед словом вон стоит штрешок, это означает, что ударение падает на него. Ну и получается, что у нас ударение souvent, parler, chateau, attention, reviendra, participant на слоге вон, le, to, sion, dra, ipon. Ну, и правила здесь совершенно очевидны. Ударение в, французском языке падает на последний слог слова. Все. Никаких больше хитростей мы пока что не видим. Потом еще появится. Но пока что мы можем сказать, что в французском языке ударение на последнем слоге, оно закреплено за этой позицией. И такое ударение лингвисты называют фиксированным. То есть фиксированное – это ударение, которое закреплено за тем или иным слогом слова. Ну, в данном случае за последним слогом. И это очень частое явление в языках мира, потому что таким свойством обладает почти 10% языков мира. К числу известных языков с таким ударением относятся французский язык и большинство тюркских языков, например, турецкий, скажем, или казахский. Там есть свои сложности с ударением, потому что в каких-то более длинных словах могут быть какие-то отклонения от этого правила. Но в основном все-таки можно говорить, что в тюркских языках ударение стандартно падает на последний слог. И если мы теперь посмотрим на карту, которую вы видите перед собой, то вот эта карта, и на ней синими кружочками отмечены языки с фиксированным ударением на последнем слоге. Ну, язык отмечен в том месте, где у него, где располагается, например, столица того государства, в котором на нем в основном говорят, или административный центр региона, в котором на нем говорят. Понятно, что это некоторое приближение. И вы видите, что эти языки распределены по миру, ну, не то чтобы равномерно. Например, в Европе ни одного такого кружка на этой карте не встретилось. Даже французский почему-то не отмечен. Почему мы еще поговорим? Но в любом случае, ну, и был бы там кружок на месте Парижа, это бы все равно не означало, что таких кружков в Европе стало много. В Африке кружков с соответствующим ударением на последнем слоге тоже очень мало. Да, буквально там 2-3 в этой выборке языков, которые вообще-то включают в себя почти каждый 14-й язык мира, там почти полтысячи языков. Вы видите, в Австралии тоже нет языков с ударением на последнем слоге. Но тут их довольно много в Папуановой Гвинеи, вообще в Юго-Восточной Азии, в Южной Америке. И вот вы видите здесь в Средней Азии, да, тоже такие языки встречаются. Вот получается такое вот явление. Фиксированное ударение на последнем слоге слова. Где же еще может быть фиксированное ударение? Ну, если на последнем, то, может быть, и на первом. И действительно, такие языки нам легко встретить. Даже уже их много в Европе, много ближе к русскому языку по генеалогической принадлежности. Например, таков чешский язык. Вот перед вами 5 чешских слов. На сей раз они записаны в принятые орфографии. Вы видите, что всюду ударение на первый слог. То есть дискотека, там над «э» стоит над срочным значок, который обозначает долготу этого гласного. Так обозначается по-чешски «долгота». Но это не мешает тому, чтобы ударение оказалось все равно на первом слоге. То есть вот получаются такие вот примеры. И в чешском языке ударение всегда падает на первый слог. И это даже еще более распространенное явление, чем фиксированное ударение на последнем слоге. Такими свойствами обладает примерно 18% языков мира. И к числу известных языков с фиксированным ударением на первом слоге относятся, например, чешский и словацкий из славянских языков. Из финно-угорских языков, например, финский и эстонский. Из германских языков, например, исландский. Тоже известный пример языка с фиксированным ударением на первом слоге. И если мы посмотрим на карту, то это красные кружочки здесь на этой карте. И вы видите, что они распределены географически, а реально, как говорят лингвисты, уже по-другому. Вы видите, что много красных кружочков встречается среди языков Европы. Много красных кружочков встречается среди языков Австралии. В Юго-Восточной Азии на континенте, в континентальной части, они фактически отсутствуют. По Павловой Гвинеи какое-то количество есть. Но вот что-то в Африке мы здесь тоже находим. Так что получается, что это явление распределено в мире несколько другим способом. Что еще бывает? Какие еще бывают позиции фиксированного ударения? Пока что мы разбираемся с простыми случаями. То есть языки, где ударный слог, просто номер его мы определяем, и все, и готово. Давайте посмотрим примеры из польского языка. Их я тоже буду записывать в традиционной орфографии. И вы видите, что здесь уже не обойтись таким простым правилом ударения на первом слоге или ударения на последнем слоге. Когда мы посмотрели на слово ВОДЗА и ТРАМВАЙ, нам хотелось сказать, что это, наверное, первый слог. Но нет. Дальше мы видим слово ЗОБАЧИЧ. И мы понимаем, что, ну вот, не работает. Что же работает? Тогда, может быть, нам надо посчитать с конца. Сначала не получается. Сначала то первый, то второй, то третий. Если мы будем считать с конца, то у нас получится второй слог в первом слове, второй слог во втором слове, второй слог в третьем слове и так далее. То есть всегда второй слог от конца. Ну, естественно, мы понимаем, что если у нас в слове один слог, то ударение будет приходиться на него. Но этот случай не очень интересный. Но если его не рассматривать, то, соответственно, в словах двух и более сложных в польском языке ударение за небольшими исключениями, там совсем небольшое количество случаев, опять-таки, в основном связанных с некоторыми заимствованиями, ударение падает на второй слог от конца. И еще одна интересная вещь, которую мы можем наблюдать здесь, состоит в том, что в польском языке этим самым ударение, оказывается, играет роль еще и в словоизменении. Вот мы склоняем слово доктор, доктора, докторови, и оказывается, что у нас ударение в разных формах этого слова перескакивает с места на место. И это некоторый тоже такой вот интересный факт. И это еще более распространенная модель фиксированного ударения, которое мы встречаем в языках мира. Она встречается в 22% языков мира. И известные языки с такими свойствами, это уже упомянутый польский, еще стоит упомянуть язык суахили, язык международного общения в Восточной Африке, гавайский язык. Вот все это языки, которые имеют ударение на втором слоге от конца, фиксированное ударение. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим такую картину. Вот они, эти языки. Но здесь, правда, можно задуматься о том, что когда мы говорим, что это чрезвычайно распространенная вещь, мы не учитываем, что она очень распространена в некоторых конкретных ареалах. И самым важным ареалом для языков с ударением на втором слоге от конца оказывается Папуа-Новая Гвинея и север Австралии. Мы видим, что там очень много языков с такими свойствами. Ну, собственно, Океания, да, сюда же фактически. То есть получается, что это некоторое явление, которое очень распространено в определенной части света. Поскольку в этой части света языковое разнообразие очень большое, то неудивительно, что на общем фоне оказывается, что эти языки занимают 22% от общего числа языков мира. Ну и в других местах мы тоже это встречаем. Вот есть примеры такого рода и в Европе, есть примеры и в Южной Америке, в Африке. Опять-таки, да, вот упомянутый язык Суахили в Восточной Африке. Ну и вообще мы видим, что такие языки в Африке тяготеют к южной части, если они там и встречаются. Ну, раз бывает второй слог от конца, то, наверное, бывает и что-нибудь еще. Ну, например, давайте посмотрим на один из диалектов баскского языка, диалект, который распространен в местечке под названием Оньятти. Лагуна друг, котуэри кошкам, вендитара в горы, лэндакариша президент. И это ударение на второй слог от начала. Тут все просто, да, отсчитываем слева. Лагуна, гу, котуэри ту, вендитара дит, лэндакариша. Да, получается второй слог от начала. И это уже очень редкая вещь на самом деле, но бывает. Три процента языков мира примерно обладают этим свойством. Известно, что это встречается в баскском языке, во всяком случае в некоторых диалектах. И, например, в языке дакота. Это один из языков темероамериканских индейцев. Вот перед вами карта, где мы встречаем языки с ударением на втором слоге от начала. Ну и теперь еще один тип фиксированного ударения нам продемонстрирует славянский язык. Еще один у нас уже был чешский язык. У нас уже был польский язык. Вы видели, там фиксированы ударения на первом слоге или на втором слоге от конца. И вот еще один тип фиксированного ударения мы наблюдаем в македонском языке. Это еще один славянский язык, повторяю, южнославянский. Польские, чешские языки, западнославянские. Ну вот давайте несколько македонских слов, которые я привожу в латинской транскрипции. Вообще-то македонский язык пишет кириллицей. Итак, жена – это жена. Виды – это видят. Ну где бы могло стоять ударение в македонском языке фиксированное? Если посмотреть на эти два слова, то можно предположить, что оно стоит то ли на первом слоге, то ли на втором слоге от конца. То есть македонский язык то ли как чешский, то ли как польский. Ну, пока что у нас недостаточно данных для того, чтобы уверенно сказать, к какому классу он относится. Потому что уверенно мы это поймем, если у нас появится трехсложное слово. В трехсложном слове у нас будут разные результаты. Для одного правила, для правила чешского типа и для правила другого. Для правила польского типа. Ну давайте посмотрим, пожалуйста, трехсложное слово. Беседа – лекция. У нас здесь ударение оказывается на первом слоге. Мы можем заподозрить, что македонский язык как чешский с фиксированным ударением на первом слоге. Но теперь я добавляю в рассмотрение четырехсложное слово. Воденеджер – мельник. Фиксированное ударение на первом слоге сломалось. Что же мы теперь будем делать? Мы скажем, что в македонском языке, по всей видимости, ударение фиксированное, но не на первом слоге от начала, а на третьем слоге от конца. И, соответственно, в словах Беседа и Воденеджер у нас одна и та же позиция ударения с отсчетом справа. Слова «жена» и «виды», ну, понятное дело, что это такой случай, где нам надо было бы отсчитать третий слог справа, но поскольку третьего слога справа нет, то оказывается, что мы ставим на максимально удаленный от правого края слог, какой только возможно. Ну, то есть на второй в данном случае. Это такой же тип явления, как то, когда мы говорили, что там, где ударение на второй слог от конца, мы просто ставим его на единственный слог в достожных словах. Так же и здесь. Если мы отсчитываем от правого края, нам нужен третий слог, мы его не находим, то нам приходится его ставить на самый далекий от правого края, то есть на первый от начала. Ну, хорошо, беседа – лекция, вот денежер – мельник, давайте дальше. Теперь посклоняем македонские слова, ну, там с падежами у существительных плохо, это не польский язык, вообще по-македонски, по-болгарски падежи у существительных разрушились в ходе истории этих языков, но зато по-македонски у существительных бывает определенный артикль, определенный артикль, который ставится после слова. Он происходит из указательного местоимения, ну, понятно, тот, та, и добавляем его к слову лекция, беседа, получается беседа-та, это лекция, the lecture, если переводить на английский язык. Что мы видим здесь? В слове беседа ударение на б, в слове беседа-та ударение на се, то есть в данном случае у нас ударение перескакивает, ну, оказывается, на третьем слоге от конца, и так же, как по-польски, оно служит развлечению морфологических форм, да, то есть форма без артикля и форма с артиклем имеют разные позиции ударения. Но еще все-таки в македонском языке падежей-то нет, но есть число. Вот дэничер мельник, вот дэничеры это мельники. И здесь у нас, опять же, ударение различает числа. Третий слог от конца, дэ в первом случае, где единственное число, и ни во втором случае, где число множественное. Более того, мы можем добавить и к форме множественного числа определенный артикль, и что же у нас тогда получится, если мы скажем эти мельники? В-о-де-ни-ча-ри-те. Попробуйте подумать, на какой слог надо поставить ударение. Ну и, конечно, третий слог от конца, вы легко отсчитаете, получается водэничарите. Водэничарите. То есть у нас водэничар, водэничари, водэничарите. Получается такое вот чередование. И это тоже существующий в языках мира тип, хотя и довольно редкий. Два процента языков мира только имеют такое ударение. Ну вот из известных языков с таким свойством мы можем назвать накидонский язык. Ну а вот карта того, какие языки имеют фиксированное ударение на третьем слоге от конца. Это вот были карты из семерного атласа языковых структур, так называемого, очень важного источника сведений о том, как вообще бывают устроены языки мира. Давайте я вам покажу теперь объединенную карту не обрывочно по языкам, не обрывочно по типам ударения, а ту, где у нас все языки отражены на одной карте с разными типами. Вот вы видите, ну собственно это склеены предыдущие карты. Плюс еще к ним добавлены белые кружочки, которые означают, что в языке фиксированного ударения, то есть ударения закрепленного за определенным слогом, нету. Ну и если вы на них посмотрите, то вы увидите, что красные и синие цвета на самом деле играют важную роль, потому что красный цвет обозначает отсчет от начала слова, от левого края, так сказать, а синий цвет обозначает отсчет от правого края слова. То есть мы видим, что в разных регионах мира есть большая склонность отсчитывать от начала или от конца. Северная Европа, например, это скорее область, где отсчитывается ударение от начала. Южная Европа, это область, где ударение отсчитывается от конца. Австралия от начала, Вуановая Гвинея скорее от конца. И, конечно, формы, кружочки, квадратики, ромбики тоже важны. Они означают номер слога от начала и от конца. Но, в первую очередь, призываю на этой карте всматриваться в цвета, потому что они показывают интересное реальное распределение, распределение по географическим областям. Ну, это мог бы быть исчерпывающий список тех случаев, когда мы можем предсказать ударение по внешнему виду слова. То есть, на самом деле, ударение фиксированное бывает на первом-втором слоге от начала или на первом-втором-третьем слоге от конца. Есть, возможно, один или два языка, где сомнительно, что фиксированное ударение на третьем слоге от начала, но это такая вещь совсем уже редкая, и Morrowind даже просто это результат плохого описания, так что это мы учитывать не будем. Да и скажем, что вот у нас есть пять вот этих вот возможных позиций фиксированного ударения. Можно ли на этом остановиться? Ну, все-таки нет. Мы пока что не останавливаемся на этом, а мы перейдем к более сложно устроенным языкам. Там, где ударение тоже предсказывается по внешнему виду слова, но не так тривиально. Просто отсчитай какой-то слог и, пожалуйста, получишь. Нет, так не работает. Мы сейчас посмотрим на более нетривиальные закономерности. Вот одну из таких нетривиальных закономерностей мы обнаружим на материале чувашского языка. Чувашский язык — это один из языков России. Он распространен в Поволжье. И чувашский язык относится к числу тюркских языков. Я вообще-то сказал, что тюркские языки обычно имеют ударение на последнем слоге, но вот для чувашского языка это неверно. Вообще в Поволжье там много разных языков. Там есть и тюркские языки, и уральские языки, финно-угорские. Они взаимодействуют друг с другом и с русским языком, естественно. Это приводит к тому, что там получается много интересного с точки зрения системы ударения, причем оказываются в каком-то смысле похожими друг на друга. Тюркские языки и финно-угорские неожиданным образом вообще-то не должны были бы, но вот какие-то сходства у них, видимо, выработались в результате языкового контакта. Итак, чувашский язык. Ну давайте примеры. Вот вам девять слов по-чувашски. Они записаны в латинской транскрипции. О чем имеет смысл здесь сказать? О важных свойствах этой транскрипции. Некоторым важным свойством этой транскрипции является тот факт, что в ней обозначаются специально, так называемые, редуцированные краткие гласные. Сверхкраткие гласные. Гласные Э и А с душками. Это очень короткие гласные. То есть, помните, слово типа зяблик? Вел трентори. Вел трентори. У нас Э первое гораздо короче, чем второе Э. И А в третьем слоге тоже краткое. Вот, получается, вот такие вот гласные здесь есть. У с двумя точками это И. Ну там, С с подстрочным хвостом это Щ. С с галочкой это Ш. Ну, нас будут сейчас интересовать гласные, на самом деле, в первую очередь. Итак, что же мы видим? В чувашском языке ударение довольно часто падает на последний слог. Вот у нас слова юшек, вишмине, нушалантар, вель трентори. Вот у нас все эти слова с ударением на последнем слоге. Четыре из девяти. Впрочем, не абсолютное большинство, даже вот в этих примерах. Что же дальше? Вот дальше у нас появляется слово чуткий, в нем ударение не на последний слог. Слово соблазнительный, в нем ударение тоже не на последний слог. Ну, здесь они, конечно, удобно расставлены. Вот если вы, например, решаете лингвистическую задачу, и вам даны там какие-то данные, то часто составители лингвистических задач дают вам данные вот примерно так, как это делаю сейчас я. То, что называется лесенкой. Потому что у нас сперва по первым примерам мы делаем некоторое умозаключение, а дальше по следующим примерам мы немножко его модифицируем. То есть я, конечно, мог бы разбросать эти слова в произвольном порядке, когда нам не было бы видно, что чувашское ударение тяготеет к последнему слогу. Здесь видно. И это позволяет нам думать о том, что давайте-ка мы не будем отбрасывать то правило, которое мы вывели на основании первых четырех примеров. Попробуем его как-то модифицировать. Почему же в слове чуткий и в слове соблазнительный ударение не падает на последний слог? Может быть, оно бы и хотело туда падать, но почему-то у него не получается. Почему же у него не получается? Да очень просто. Потому что последний слог содержит редуцированный вот этот вот сверхкраткий гласный, неполноценный, так сказать, да, неспособный нести на себе ударение. Да, то есть получается, что ударение не хотело бы падать на последний слог, но на последний слог с редуцированным, с кратким этим а и э не может падать. Слово Peter and Check нам показывает то же самое, только в большем масштабе. Ну вот в словах Asorganulla и в словах Ilertulle у нас, ну что, на последний слог не получилось, ну пошли на слог назад. В слове Peter and Check у нас происходит то же самое, но только три раза происходит. На последний слог не получилось, на предпоследний слог не получилось, и на третий слог от конца тоже не получилось. Выходит в итоге, что ударение оттянулось на первый слог. То есть кажется, что ударение стоит на первом слоге слова, но это обманчивое ощущение. На самом деле ударение стоит на последнем из нередуцированных гласных. И это вот такое вот правило чувашского ударения. У нас остались еще два слова Ashan и Peletle, в которых все гласные редуцированы, сверхкраткие. И вот тут-то действует правило, что уж если выбирать из сверхкратких, то ударение падает на первый слог. Ну то есть можно себе представить такую картину, что ударение как бы едет справа налево до тех пор, пока не найдет себе подходящий гласный. Ну вот в словах Ashan и Peletle оно себе его нигде не нашло, в итоге ему пришлось остановиться там на левом слоге, туда, куда оно доехало. Ну то есть правило получается вот такое, что ударение ставится на последний, полноценный, не сверхкраткий гласный. А если в слове полноценных гласных нет, то ударение ставится на первый слог. То есть иными словами мы пришли к важному типологическому выводу, что ударение может быть чувствительно к тому, что называется весом входящих в слово единиц. То есть у нас есть полноценные гласные и неполноценные гласные. Обычные, там сверхкраткие, например. Это работает следующим образом. В языке есть два класса единиц, по распределению которых в слове будет устанавливаться, какой слог будет ударным. Вопрос только в том, как выделяются эти классы, о каких единицах мы говорим, о гласных, например, или о слогах, которые эти гласные содержат, и как все это работает. И это тоже чрезвычайно типичная для языков мира вещь. И вот теперь давайте посмотрим еще на одну карту из Всемирного атласа языковых структур. Это карта, на которой отмечены языки не с фиксированным ударением, а языки, которые имеют ударение, которое тем или иным способом чувствительно к весу слогов. Я не буду сейчас вдаваться в то, какие здесь обозначения соответствуют каким явлениям, то есть как этот вес определяет, зависит ли он от гласного, от структуры слога и так далее. Но вы видите, что цветных вот таких вот значков здесь в мире очень много. А белые это как раз языки с фиксированным ударением, то, что мы с вами уже рассмотрели. И оказывается, что языков с фиксированным ударением примерно 55% в мире. Языков с ударением, которое чувствительно к весу, примерно 40% в мире. Языков, про которые непонятно, как они работают, это примерно оставшиеся 5% языков мира. То есть получается, что вообще в значительной части языков мира можно так или иначе предсказать ударение, посмотрев на слово. Проблема, правда, в том, что эти правила могут быть очень сложными. Например, на этой карте русский язык тоже считается языком, в котором ударение чувствительно к весу. Это даже отчасти верно. Мы это увидим для некоторых русских слов. Но для большей части русских слов этот вес должен описываться при помощи сложных ухищрений, при помощи сложных теоретических конструкций. И может быть, если вы иностранец, может быть, вам проще заучивать наизусть, чем разбираться с этими конструкциями. Но мы пока что про русский язык не говорим. Мы говорим про вес и про то, как он взаимодействует с ударением. Итак, у нас есть два класса единиц, по распределению которых в слове устанавливается, какой слог будет ударным. И давайте мы эти два класса единиц обозначим за h и l. Так это принято делать в лингвистике. h это сокращение от heavy, тяжелый слог, тяжелый, гласный. l это сокращение от light, легкий. И нам, для того, чтобы понять, куда ставится ударение в том или ином языке, нам необходимо правила, которые позволяют выделить ударением один из слогов в такой цепочке, которая состоит из h и l. То есть из этих h и l, как угодно их называйте. Нам на вход подается такая последовательность. Нам надо понять в этой последовательности, какой расчетный слог окажется ударным. То есть фактически нам нужна некоторая функция, некоторый способ вычисления, который будет для каждой последовательности ставить ей в соответствие номер ударного слога. Выделять ли один слог. Ну вот давайте немножко поговорим об этом с точки зрения комбинаторики. Вот я здесь на слайде выписал все возможные типы двух, трех и четырех сложных слогов. Если двух, трех и четырех сложных слов, если мы считаем, что они состоят из единиц двух типов, тяжелых и легких. h и l. Ну, очевидным образом, двусложных типов у нас дважды два четыре, потому что первый элемент может быть один из двух, и второй может быть один из двух. Мы перемножаем эти две возможности. В трех сложных словах у нас восемь возможных типов. Ну понятно, что это просто вдвое больше, чем двусложных слов, ну потому что мы можем взять любой тип двусложных слов и спереди к ним дописать h, это получится четыре комбинации, или спереди к ним дописать l, это получится еще четыре комбинации, да, вот первые четыре это те, где дописано h слева, вторые четыре это те, где дописано l слева. Ну вот мы могли бы дописывать справа, это совершенно неважно, могли бы дописывать в середину, Ну, как угодно. Но важно, что нам надо удвоить количество вариантов, которые у нас были для двусложных слов. И, наконец, четырехсложных слов у нас будет еще в два раза больше. 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть 2 в четвертой степени. 16 последовательностей, которые мы получаем точно так же из трехсложных последовательностей, с описыванием в одном случае начала ашей, в другом случае в начало элей. И вот получается такая вот картина у нас. Давайте теперь посмотрим на чувашский язык. Вот у нас чувашский язык. Вот как в нем ставится ударение. Вот вы видите перед собой эти 28 типов слов. И для каждого типа отмечено, куда в нем падает ударение. На какой из слогов. Ну, вот по тому правилу, которое мы определили. То оно падает на последний из ашей, а если ашей нет, то оно падает на первый из элей. Получается вот такая вот схема. На последний из тяжелых. Если тяжелых нет, то на первый легкий. Вот у нас такая вот простая функция, которая подкрашивает в каждом слове ударный слог. Ну, или если угодно, выдает номер ударного слога. Ну, вообще говоря, давайте посмотрим на эту схему более пристально. У нас есть 28 слов. 28 типов слов. Какие еще можно придумать правила выделения ударных слогов на этой схеме? Да вот. Как еще мы могли бы раскрашивать эти слова? Ну, очевидно, что комбинаций, которые мы можем получить в результате возможных раскрасок, невероятно много. Ну, давайте мы себе представим, например, язык, который устроен следующим образом. Вот такая вот раскраска. В словах, которые содержат два тяжелых слога, В словах, которые содержат тяжелый легкий, В ударение на второй, В словах, которые содержат легкий и тяжелый, В ударение на первый, В словах, которые содержат легкий и легкий, В ударение на первый, В словах как HHH ударение на последний H, в словах HLL ударение на первый H, в словах HHLL ударение на последний L, ну и так далее. Вот, ну, что мы можем сказать про такую раскраску? Мы можем сказать, что эта раскраска не описывается никакими правилами. Здесь правил нет. Нет, ну, если вы хотите выучить такой язык, то вам надо просто запомнить вот эти вот 28 выделенных красным слогов, да, вам надо понять, куда в этих словах падает ударение. Но понять это нельзя, это можно только запомнить. Ну, вот вы просто должны запоминать, да, что HHLL ставь на последний L, а HLHL ставь на первый H и так далее. Ну, вот получается такой вот фиктивный язык. Итак, если мы на это посмотрим с комбинаторной точки зрения, то давайте задумаемся вот о чем. Сколькими способами можно вообще раскрасить предыдущий слайд? Вот он перед вами. Да, нам надо, что сделать на самом деле? Нам надо в каждом слове выделить красным одну букву. Давайте, опять же, эту задачу решим как задачу по комбинаторике. Итак, вот у нас есть, например, слово HH. Сколькими способами мы можем в нем выделить красным одну букву? Двумя. То же самое в слове HL, то же самое в слове LH, то же самое в слове LL. И каждый из этих способов мы можем скомбинировать с любыми способами для всех других слов. Да, то есть нам совершенно не важно, как они, пока что не важно, как они взаимодействуют между собой, как ведут себя похожие слова и так далее. Тогда получается, что только для двух сложных слов у нас будет 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 варианта постановки ударения. Для трех сложных слов у нас будет... Во первом слове мы можем поставить ударение тремя способами. Во втором тремя, в третьем тремя и так далее. То есть мы это вот 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2, 2 в четвертый. Мы дальше умножаем на 3 умножить на 3 умножить на 3 и так далее. То есть на 3 в восьмой. 2 в 4 мы умножаем на 3 в 8 и умножаем на 4 в 16 степени. Это, вообще говоря, очень много. Вот вы видите, 2 в 4, это 2 в степени 2 во второй. 3 умножить на 3 в степени 2 в 3, потому что у нас 3 сложных слов 2 в 3, умножить на 4 в степени 2 в 4, потому что у нас 4 сложных слов 2 в 4. Итого получается 450 триллионов, 868 миллиардов, 486 миллионов, 864 тысячи, 896 комбинаций. Совершенно невероятное число. Это очень много. Ну, мы знаем, что языков-то в мире всего порядка 7 тысяч. И нам не очень хочется иметь теорию, которая позволяет расставлять ударения 450 триллионами способов. Нам хотелось бы, чтобы в результате изучения ударения мы пришли к тому, чтобы мы поняли, каким образом эти возможности ограничены. То есть какие, вообще говоря, ограничения лингвистика, фонология, накладывает на комбинаторику. То есть каким образом можно уменьшить количество возможностей, что нам можно запретить на этом слайде раскрашивать, каким образом. И тогда, конечно, вообще говоря, мы будем рады, если нам удастся прийти к какому-то небольшому числу. То есть это вообще-то одна из важных, как мне кажется, задач лингвистической типологии в самых разных областях. У нас есть вот комбинаторные возможности. Мы смотрим, что могло бы получиться, если мы там все переставим всеми возможными способами. Мы смотрим, что могло бы получиться, если мы попробуем все возможные комбинации. А дальше мы пытаемся понять, когда у нас получается очень много, какие из этих возможностей совсем невообразимы в языках мира. Мы понимаем, что вообще-то если у нас было 450 триллионов равновероятных возможностей, если бы все эти раскраски были одинаково уместны, то мы бы сказали следующую вещь. Ну, наверное, мы бы ожидали, что все 7 тысяч языков мира будут иметь неповторяющуюся систему ударения. Ну, то есть, понятное дело, да, что если мы для каждого языка выбираем из такого вот огромного количества возможностей, то мы ожидаем, что никакой типологии в строгом смысле мы построить не сможем, потому что у нас не будет однотипных языков. А у нас все языки будут разные, ну вот просто у каждого там своя раскрасочка. Но нет, все-таки это так не работает. Все-таки есть какие-то ограничения, которые нам важно знать и уметь обрабатывать. Ну, давайте мы упомянем одно важное ограничение, которое в языках мира встречается совершенно регулярно. Фактически в тех языках мира, где у нас имеется ударение, которое чувствительно к весу слогов, действует следующее важное ограничение. А именно, если в слове есть хотя бы один тяжелый слог, хотя бы один h, то ударение не может падать на l. Ударение не может падать ни на один легкий слог в слове, где рядом есть тяжелые. И это, на самом деле, очень сильное, очень важное ограничение. Оно позволит нам снизить все сразу на несколько порядков. Вот смотрите, вот тот же самый слайд с раскрасками. И теперь красным я выделил те слова, где ударение уже предсказано. И ударение уже предсказано этим правилом. Что если в слове есть хотя бы один h, то ударение не может падать на l. Красные – это комбинации вида hl, lh, hll, lhl, lhl, lhl. Ну и там четыре комбинации, где у нас один h и три l в тех или иных порядках. То есть получается, что для девяти типов слов из 28 мы теперь просто уже знаем единственное возможное – способ постановки ударения. В остальных словах, то, что я раскрасил зеленым – это возможности. Это то, куда может падать ударение там, где у нас есть выбор. То есть выбор у нас есть там, где в слове два и более аша, или в словах, где аша у нас нет, а есть два и более элей. То есть где все легкие, или где есть хотя бы два тяжелых. Ну вот ситуация, где один легкий, один тяжелый мы не рассматриваем. Понятно, что это односложные слова, ясно, что там будет выделено все красным автоматически, это неинтересно. А вот дальше, да, мы видим, что мы выбор очень сильно ограничиваем. То есть очень многие l теперь не могут нести на себе ударение. l может нести на себе ударение, легкий слог, только в слове, которое состоит из всех легких слогов. И теперь давайте мы задумаемся об этом с точки зрения комбинаторики. Сколько у нас теперь стало возможностей? Возможностей у нас теперь стало гораздо меньше. Значит, это так, у нас 2 возможности для HH, умножаем на 2 возможности для LL, умножаем на 3 возможности для HHH, умножаем на 2 возможности для HH, умножаем на 2 возможности для HLH и так далее. Итого у нас получается следующее число. 23 миллиона 887 тысяч 872. Смотрите, у нас было 450 триллионов, а теперь у нас оказалось 23 миллиона. Это огромный успех, потому что это означает, что мы сократили пространство возможностей в 20 миллионов раз. То есть на 7 порядков мы уменьшили то пространство возможностей, которое дает нам комбинаторика. Одним простейшим правилом, одно простейшее правило выбора нам очень сильно сократило вот эти вот комбинаторные возможности. И вот здесь вот у нас действительно ограничение уже стало намного больше. Все равно 23 миллиона 887 тысяч, 872 это очень много. Будем ограничивать дальше, но уже успех. А давайте мы тем временем внезапно сделаем небольшой шаг назад. А именно мы вернемся к нашему с вами языку номер один, к французскому языку. Там я напоминаю, у нас было, как утверждалось нами, фиксированное ударение на последнем слоге. У нас были слова типа participant, участник, parler, говорить. Давайте я добавлю еще несколько французских слов сюда. Parle, говорi и performance, представление. Ну, казалось бы, какие проблемы? Фиксированное ударение на последнем слоге. Но здесь одна небольшая проблема таки есть. Если вы внимательно слушали то, как я произносил эти французские слова, то вы обнаружите следующую вещь. Вы обнаружите, что я говорил parle, performance, таким вот гласным призвуком в конце слова. Он слабенький, возможно. Возможно, его и нету, а возможно, он и есть. И у нас, вообще говоря, во французском языке в некоторых вариантах произношения этот гласный в конце слова существует. Гласный, который обозначается перевернутым Е, гласный типа Э. Например, при чтении классических стихов он произносится. То есть при классическом чтении стихов скажут parle, performance, с явно слышным гласным. Ну и в беглой речи он тоже встречается редко, но все-таки иногда встречается. И вообще говоря, это нам показывает, что в французском языке ударение, видимо, при некотором варианте анализа не падает на последний слог. А куда же оно падает? Тогда нам надо сказать, что гласный, гласный вот этот вот Т, редуцированный, краткий, с сомнительного произношения, он является легким. А слоги, которые содержат другие гласные, более длительные, более полноценные, слоги с такими гласными мы назовем тяжелыми. И вот теперь у нас правило оказывается очень простое снова. У нас ударение по-французски падает на последний из тяжелых слогов. То есть французский язык в этом смысле оказывается как чувашский. Ровно то же самое. Идем от конца слова и находим последний из тяжелых слогов, который часто оказывается последним слогом, но иногда нет. Иногда, например, предпоследним этих примерах. Другое дело, что мы не знаем, куда будет падать ударение в последовательности, где все слоги легкие. Вот у нас нет достаточно данных, чтобы понять, как устроен французский язык в этом отношении. Ну вот теперь поэтому вы понимаете, почему французский язык оказался в картах всемирного атласа языковых структур не языком с фиксированным ударением. Помните, я вам говорил, нет там пометы значка на месте Парижа для языков с ударением на последнем слоге. Именно поэтому, потому что французский язык в некоторой его разновидности можно трактовать именно как язык с подарением, которое чувствительно к весу слогов. Ну и вот тогда он оказывается устроен чуть более сложно, чем мы изначально предполагали. Но давайте теперь посмотрим на другие языки. Например, еще один язык по-болже. Вы видите перед собой республику Мордовию на карте. И в Мордовии говорят на русском, естественно, но из национальных языков там есть мордовские языки. Две разновидности. Эрзи мордовский и мокша мордовский. Эрзианский и мокшанский язык. Мы сейчас поговорим с вами про мокшанский язык. Опять же, вот даю все мокшанские слова в латинской транскрипции. Давайте мы на них посмотрим. Вот такой вот набор у нас мокшанских слов появляется. Давайте мы попробуем его проанализировать. Это будет непросто. Но мы постараемся. Мы постараемся понять, как же в мокшанском языке падают ударения. Давайте мы посмотрим на слова, которые содержат, например, много гласных типа шва. То есть мы видим, что это, наверное, гласные, которые считаются легкими. Наверное, что да, в таких словах у нас с ударением будет что-то, что на них оно не упадет. Ну вот, пувандамс такое слово. Еще есть слово тергадат с одним гласным типа шва и с двумя гласными а. И здесь мы видим, что ударение упало на слог с а, а не на слог со шва. Вообще, можно заподозрить, что, может быть, ударение предпочитает тяжелые слова. Ну, это мы знаем, да, что если есть хотя бы один тяжелый, то ударение должно падать на него, на тяжелый, а не на легкий. То есть мы, наверное, можем заподозрить, а что если гласный шва у нас легкий, а гласный а у нас тяжелый. Ну, тогда мы видим, что у нас есть слова типа тушендат, тушендат, с ударением на последнем слоге. Что мы можем сказать про гласный у? Давайте попробуем подумать. Если бы у нас было у тяжелый и а тяжелый, то тогда у нас оказалось бы, что у нас ударение падает на слог, на последний из тяжелых. Но при этом в слове тергадат мы видим, что ударение падает на первый из тяжелых. И мы приходим к противоречию. То есть мы только что получили, вообще говоря, что? Мы сказали, глядя на слово тергадат, что гласный шва и гласный а, похоже, относятся к разным классам. Ну, вообще говоря, это не строго следует из материала, но можно предполагать. Можно высказать такое предположение, надеяться, что с ним у нас все сойдется. Вот дальше у нас оказывается, что гласный у и гласный а по слову тушендат тоже должны относиться к разным классам. Да, потому что у нас иначе противоречие в постановке ударения. Значит, тогда оказывается, что у и шва относятся к одному классу, а относятся к другому классу. У и и это, видимо, легкие, а а это, видимо, тяжелые. И как тогда это работает? У нас слово пувендамс, первое слово, у нас содержит три легких. Значит, в ситуации, когда в слове все гласные легкие, у нас ударение падает на первой из них. То есть, если все гласные легкие, то на первой. А давайте теперь посмотрим, что у нас происходит со словами типа тергадат, которые содержат легкие и тяжелые. Там ударение падает на первой из тяжелых. И тогда, глядя на это, мы можем, вообще говоря, раскрутить оставшуюся часть этого клубка. Можем понять, какие гласные в окшанском языке считаются тяжелыми, а какие гласные считаются легкими. Если мы посмотрим слово ремасок с этим аумляут, э, то мы видим, что если бы э было легкое, то есть другого класса, чем а, то ударение падало бы ремасок. Ремасок, да, было бы ударение как тергадат. Но нет, ударение там ремасок, значит, э тоже тяжелый гласный. Нольдасок такая же история. Нольдасок тоже тяжелый. И у нас получается, что ударение падает на первой тяжелой. Келескэ, мы знаем, что э тяжелые, аумляут, а двумя точками. Значит, и э обычно тоже будет тяжелые. Сэрэдан, ну, ничего нового нам не добавляет, да, здесь просто. Три тяжелых ударения падает на первой из них. Тергадат и тушандат. Все соответствует на первой из тяжелых. Туцэйна, туцэйна, да, тоже все работает на первой из тяжелых, потому что у легкий. Путат. Мы видим, что здесь опять первая из тяжелых. Тоже происходит со словом мишиндан, ну, и со словом кулити, где мы встречаем гласный и. Мы понимаем, что и должен быть легкий. И не может быть тиролой, потому что если и будет тиролой, то у нас окажется, что у нас кулити и мишиндан. Но нет. У нас кулити и мишиндан. Значит, и, у и, э, вот это перевернутое, е, шва, это у нас легкие гласные. А остальные гласные, которые мы здесь встречаем, а, э, э, о, это у нас гласные тяжелые. Ну вот, теперь мы можем сформулировать правила разновки ударения в окшанском языке. Ударение ставится на первый гласный из набора а, э, э, о. Если в слове гласных из этого набора нет, то ударение ставится на первый слог. Ну, то есть, мы, во-первых, можем заметить, что вес слога, вес релевантный для ударения, может быть связан с качеством гласного. Ну, то есть, у нас, например, одни типы гласных считаются тяжелыми, другие типы гласных считаются легкими. При вашем языке это была просто долгота, краткость. А здесь, ну, не очевидно, в любом случае, при долготу и краткость. Хотя, на самом деле, обычно действительно гласные типа и, у, гласные верхнего подъема, которые произносятся с довольно узким раскрытием рта, с довольно высоким положением языка, они обычно действительно бывают короче. Так что это не случайность, на самом деле, что именно такие гласные считаются за легкие. Ну, вот получается, что у нас 4 тяжелых гласных, 3 легких гласных, ну, и, как и в Чувашском, у нас есть 2 случая. Есть хотя бы один тяжелый слог, и нет ни одного тяжелого слога. Сколько теперь, получается, возможных комбинаций? Оказывается, что мы можем ввести еще одно важное ограничение, что в абсолютном большинстве известных нам систем ударения нам надо выбрать, если есть чувствительность к весу, между первым или последним из тяжелых слогов и между первым и последним из слогов в слове, где все слоги легкие. То есть, это означает, что мы, вообще говоря, редко, почти никогда не сталкиваемся с ситуацией, чтобы, там, например, последовательность из 4 тяжелых слогов, ударным оказывался второй или третий. Да, выбор идет между первым и последним обычно. И это означает, что у нас, вообще говоря, есть просто 4 комбинации. Первый или последний из тяжелых, и первый или последний из легких. Ну, в Чувашском языке у нас был последний из тяжелых, но первый из легких, если тяжелых нет. В макшанском языке у нас первый из тяжелых, и первый из легких, если тяжелых нет. Ну, все-таки этого немножко маловато. Да, это хорошее с точки зрения комбинаторики ограничения, но все-таки надо больше. И вот мы попробуем сейчас понять, откуда это больше может взяться. То есть, откуда мы, вообще говоря, можем взять больше типов. Я напоминаю, что мы только что свели 450 триллионов типов постановки ударения к четырем. Ну, давайте все-таки так не будем делать. Настолько решительно сокращать мы это не можем, потому что, ну, вот есть некоторые чуть-чуть более сложные случаи. Ну, вот один такой сложный случай мы рассмотрим тоже на примере одного из языков России, а именно на примере осетинского языка. Слова по-осетински у меня вот записаны тоже в латинской транскрипции. Итак, аджинаг по-осетински это сладость. Тардистут – это вы жили. И это обозначается здесь перечеркнутой буквой И с точкой. Ницца вин, ницца вин, спускаться. Усты-те, женщины. Ну, пока что это выглядит вообще очень просто. Пока что это вообще выглядит как фиксированное ударение на первом слоге. Ну, наверное, все-таки осетинский язык работает как-то не так, раз уж я его вам показываю настолько поздно, не в самом начале. Да, действительно. Эфсин – теща, пожалуйста. Фиксированное ударение на первом слоге отменяется. Что же теперь делать? Нам, напоминаю, нужны классы единиц. Нам нужны классы, например, гласных. И тогда у нас, скажем, Э, которое мы здесь видим, видимо, приходится признать легким гласным. Потому что, видимо, оно отдает ударение на И. Может быть, это правило типа Чувашского. Ну, например, мы находим первый тяжелый слог слева. А слоги, которые содержат гласный э, вот лягушечка, а, э, слитно написанное, возможно, они являются легкими. Ну, может быть. Смотрим дальше. Хабатыр – храбрый. Все работает. Отлично. Это ровно то, что нам нужно. Пока что у нас правило получается очень простое. Вот еще слово. Куэрой – мельница. Здесь у нас гласный И встречается. И если мы на него посмотрим, то нам теперь надо, видимо, предположить, что гласный И устроен так же, как гласный Э. То есть и тот, и другой гласный у нас являются легкими, создают легкие слоги. Ну, хорошо. Слово «чилдым» задний. Отличное слово. Два легких гласных у нас. Значит, получается, что мы можем сказать, что ударение в осетинском языке падает на первый тяжелый слог и на последний из легких, если тяжелых слогов нет. То есть, напоминаю, что легкие – это у нас слоги с гласными Э и И, то есть А, Е и И перечеркантое, а тяжелые – это все остальные. «Катцель» отлично работает, да, последний из легких. Два легких – все хорошо. А теперь внезапная проблема. То «тестцейвин», которое означает «слуга». Там ударение падает на второй слог. Мы бы ожидали, что ударение будет падать на третий слог, потому что у нас вообще такой тяжелый слог. Это слог с гласным И. То, что И – тяжелый, мы можем, наверное, предположить, глядя на слово «нитцейвин». Да, если бы у нас И было тоже легкое, тогда у нас было бы там три легких слога, и, соответственно, ударение должно было бы падать на последний из них. Должно было бы быть «нитцейвин». А здесь «тестцейвин», но вот какая-то проблема, да, то есть на тяжелое – это И. Ударение, но тем не менее, на себя не принимает. Или вот еще, пожалуйста, слово «чизжите», «чизжите». Да, легкий, легкий, легкий. А ударение падает не на последний. Ударение падает на второй. Как нам описать эту ситуацию в осетинском языке? Для того, чтобы ее описать, нам нужен еще один технический прием. Нам нужно сказать следующую вещь. А вот смотрите, у нас действуют вот такие вот правила. Правила выбора первого или последнего из тяжелых, правила выбора первого или последнего из легких, но они действуют в ограниченной области. Они действуют в пределах двух первых слогов. То есть ударение никогда не уходит дальше второго слога. То есть ударение можно сформулировать правило так, что ударение ставится на первый слог, если он содержит полноценный гласный, тяжелый, А, И или У, и на второй слог, если первый слог содержит И или Э. Ну, мы хотим все-таки общего правила, да, в наших терминах легких и тяжелых слогов. Давайте тогда формулировать. Только нам надо теперь сказать, что у нас есть окно ударения так называемое. Первые два слога являются окном, то есть мы смотрим только в него, да, мы смотрим только то, что происходит в пределах двух слогов. Итак, ударение падает на первое из тяжелых слогов и на последний слог, последовательность, где все слоги легкие. Но в этом окне из двух слогов все. Да, то есть мы понимаем, что, помню, это слово типа «Festce win» у нас ударение и хотело бы упасть на тяжелый слог при двух легких, но нет. Тяжелый слог просто не участвует в конкурсе, потому что конкурс проходит в окне первых двух слогах. Да, «Festce» вот там вот мы смотрим. Там два легких, и из них выигрывает последний, да, потому что общее правило, что в последовательности всех легких слог у нас побеждает последний. Вот такая вот получается у нас картина. И это некоторое важное наблюдение нам позволяет сделать, что выведенные нами правила, что мы определяем, какой из легких первый или последний, какой из тяжелых первый или последний, могут действовать в окне. Таким окном обычно является двусложная последовательность. И в этой двусложной последовательности мы понимаем, что на самом деле у нас возможны четыре варианта расстановки ударения в зависимости от того, что у нас получается в «h» «h» тяжелые-тяжелые, легкие-легкие, потому что в «lh» и в «h» «l» у нас по первому ограничению, которое мы уже давно ввели, если у нас есть только тяжелые, если у нас есть хотя бы один тяжелый слог, ударение не может падать на легкие, да, то в «h» «l» и в «lh» у нас ударение предсказывается однозначно. То есть вы видите, что вот эти вот толпцы у нас заполнены одинаковыми раскрасками. А вот в «h» «h» и в «l» «l» у нас непредсказуемо. У нас те самые четыре варианта расстановки ударения, при которых мы говорили, когда мы обсуждали нашу комбинаторику. То есть у нас здесь может быть в «h» «h» ударение на первый, а в «l» ударение тоже на первый. Или в «h» «h» ударение на первое, а в «l» ударение на второй. Или «h» «h» на второй, «l» на первый, «h» «h» на второй, «l» на второй. Вот если мы посмотрим на осетинский язык, то мы можем понять, что у нас там происходит. Если аш, аш, то мы ставим на первый. То есть мы находим первый. Если слоги оба тяжелые, то мы ставим ударение на первый. Если у нас эль, эль, если там два слога с э, или два слога с и, то мы ставим на второй. То есть осетинский язык является языком второго типа из четырех перечисленных здесь. Вот это вот осетинский язык. Аш, аш, но эль, эль. Ну если произносите ударение, вот таким образом. Ну давайте еще один пример известного языка с окном ударения. Это будет латинский язык. Вот латинский язык, я вам привожу в качестве примера слова, записанные в немножко нетрадиционном виде. Ну то есть орфографию я в основном сохраняю, но я еще добавляю знаки долготы. Такие вот треугольнички, двоеточие из треугольничков после гласного. Ну например, в слове капитале у нас а долгое, в слове матутино у нас все четыре гласные долгие. А, у, и, о. Итак, что у нас получается? У нас получается домино, доминико, калифакере, капитале, бенефике, финитимо, маритале, матутино. Да, ну вы видите, что. Вот у нас получается ударение, которое не всегда, но часто попадает на слог с долгим гласным. Но не всегда. Почему же не всегда? По одной простой причине. Потому что нам нужно окно ударения. Да, нам нужно, вообще говоря, заподозрить, что в каких-то случаях долгий гласный, который, видимо, создает тяжелый слог, оказывается за пределами окна ударения. Да, то есть долгий гласный у нас, ну, например, слово фиенитимо, да, приграничное. У нас долгая фи, но ударение не на него. Хотя мы бы ожидали, что оно должно быть доминантное, оно должно перетягивать на себя ударение. Ну вот нет. А почему? А потому что, видимо, оно за пределами окна. Где же это окно располагается? Давайте посмотрим, куда вообще падает ударение в этих примерах. Давайте посчитаем для начала слева направо. А вот у нас есть домино первый слог слева, доминник второй слог слева, калифакер третий слог слева. У нас получается, что либо на первый, либо на второй, либо на третий слог слева. Теперь давайте посчитаем справа налево. Домино – это третий слог справа, доминник – это третий слог справа, калифакер – это третий слог справа, капиталя – это второй слог справа, бенефикет – третий справа, финитимо – это третий справа, мариталя – это второй справа, матутино – второй справа. То есть если мы смотрим не слева направо, а справа налево, то у нас ограничений оказывается больше. У нас просто справа налево, выбор из второго и третьего. Мы вообще говоря можем предположить, что видимо окно это и есть самый второй и третий слог от конца. Давайте теперь попробуем сформулировать общее правило, которое у нас будет работать вот в этом окне. Третий и второй от конца слоги. Нам надо понять, какой из тяжелых слогов и какой из легких слогов будет ударным в ситуации, где у нас два тяжелых или два легких. Давайте посмотрим на то, какие слова из наших примеров нас вообще не интересуют. Такое слово у нас кажется одно. Это слово капитале. Капитале здесь все предсказывается тривиальным образом. В окне у нас пи краткий гласный, та долгий гласный. То есть легкий и тяжелый. Ударение падает на тяжелый. Тут выбора нет. А все остальные нас интересуют, потому что там вообще-то комбинации двух легких или двух тяжелых. Доми, мини, факе, нефи, нити, ри, та, ту, ти. Смотрите, что у нас получается. В первом случае, там где у нас два легких ударения падает на первое из легких, доми, мини, факе, нефи, нити. А там, где у нас два тяжелых, ри, та, ту, ти, у нас ударение падает на второй из тяжелых. То есть получается, что правила латинского языка формулируются следующим образом. У нас есть окно. Это третий и второй слоги от конца. И ударение у нас падает на последний из тяжелых слогов. Но на первый слог последовательства, где все слоги легкие. И тем самым мы описали латинское ударение в общем виде. Ну, здесь, наверное, имеет смысл сказать, что латинское ударение обычно описывают немножко иначе. Если вы, скажем, учите латынь, то вы, скорее всего, привычны к другой формулировке правила. Вам, скорее всего, говорят, что ударение падает на второй от конца слог, если он тяжелый, и на третий от конца слог, если второй от конца слог легкий. Это то же самое. Это эквивалентная формулировка. Может быть, она немножко попроще звучит, чем то, что я вам сейчас предлагаю. Но моя формулировка в этом смысле лучше, потому что она описывает латинский язык в некоторый более общий контекст. В некоторых более общих стипологических точках зрения ограничений на всю эту мыслимую нами комбинаторику. Итак. Латинский язык. Вот такие правила. Давайте мы немножко дополним то, что у нас есть из знаний про латинский язык. Чтобы у нас стало чуть-чуть сложнее. Давайте я добавлю вам еще три слова. Маледикта – проклятие, колумба – голубь, пенестелла – окошко. Как устроены эти слова? В них, вообще говоря, во втором слоге от конца содержатся кратки гласные. То есть окно у них выглядит как-то необычно для нас. На ледик, колумб, нестель. Мы бы, наверное, ожидали такой ситуации. Если у нас два легких, то дарение должно падать на первое из них. Но вот нет. Что же делать? Может быть, дело в том, что на самом деле перед нами не конструкция с двумя легкими. Дело в том, что в латинском языке важен вес слога целиком. Не длина гласного, долгота гласного, а именно вес слога, который мы считаем немножко по-другому. А именно, легкими считаются слоги открытые, которые заканчиваются на гласный, с кратким гласным. А тяжелыми считаются все остальные слоги. То есть, чтобы быть тяжелым, слог должен либо содержать долгий гласный, либо оканчиваться на согласный. И тогда в словах типа «маледикта» у нас «маледикта» делим на слоги. Слог «дик» тяжелый, он закрытый. Слов «колумба» слог «люм» тяжелый, он закрытый, он оканчивается на согласный. Слов «фенестелла» у нас слоги «нес» и «тель» тяжелые. Они опять-таки заканчиваются на согласные. И это приводит нас к выводу, что вообще-то наше просто старое правило здесь работает. Здесь просто мы имеем дело с последовательностью легкий-тяжелый, в случаях «маледикта» и «колумба», и с последовательностью тяжелый-тяжелый, в случае «фенестелла». И мы выбираем последний из тяжелых слогов, и все функционирует как надо. То есть, мы теперь немножечко уточнили то, как мы определяем вес слога. Итак, важно, что вес может быть характеристикой слога, а не гласного. И тяжелыми являются слоги с долгими гласными и закрытые слоги, то есть слоги, оканчивающиеся на согласный, а легкими являются все остальные слоги, то есть открытые слоги с кратким гласным. И это вот то, как у нас работает латинское ударение. Давайте теперь пару слов про типологию окон. Окна почти всегда бывают двусложными, трехсложные в исключительных случаях. И какие места в слове они могут занимать? Обычно они могут занимать первые два слога, или последние два слога, или третий и второй от конца слоги. Но вот здесь вот стоит обратить немножко внимание на эти позиции. Эти позиции, удивительным образом, немножко загадочным, признаюсь, совпадают с позициями, куда может падать фиксированное ударение. Мы помним, что фиксированное ударение в языках мира падает либо на первый, либо на второй от начала, либо на первый, либо на второй, либо на третий от конца. И вот, собственно говоря, окна покрывают вот те же самые позиции. А, неизвестный случай, чтобы окно ударения было, например, третий и четвертый слог от начала. Или, например, чтобы окно ударения в языке было даже второй и третий слог от начала. Ну, если такое иногда встречается, то это большая редкость, и, в общем, тоже вызывает сомнение, правда ли это так работает. То есть мы видим, что окна приходятся на те же самые позиции, на которые приходится фиксированное ударение. И более того, стоит, наверное, отметить, что мы видим здесь несимметричность начала и конца слова. В конце слова у нас ударение фиксированное, можно занимать три позиции. Вначале только две. То же самое с окнами. Окна начальные имеют одну возможность, конечные имеют две возможности. Вот эта вот несимметричность, она, может быть, имеет под собой фонетические основания. Может быть, это объясняется чисто фонетически, тем, что последний слог не очень удобен для того, чтобы на него падало ударение, потому что в конце слова, в конце предложения, перед паузой обычно голос идет вниз, и поэтому ударение, которое часто сопровождается повышением тона, не очень удобно, может быть, в него ставить. Поэтому последний слог в некоторых языках не учитывает, и тогда мы имеем дело с предпоследним и третьим конца функции двух последних слогов. Некоторые языки на это не обращают внимания, тогда для них последними двумя слогами являются действительно два последних слога. Это вот объясняет, видимо, вот эту вот явную, видимую несимметричность. Ну, и теперь мы, собственно говоря, можем перейти к некоторым комбинаторным подсчетам, которые у нас будут уже не настолько просты, как когда мы сказали, что бывает четыре типа ударения чувствительного к весу, но все-таки чуть-чуть больше, но подсчеты у нас будут немножечко посложнее, но комбинаторных вариантов получится не очень много. Итак, что у нас есть с ударением в языках мира? У нас есть пять типов фиксированного ударения, и у нас есть ударение, которое чувствительно к весу. Нам нужно только понять, выбирать нам самый левый или самый правый из тяжелых слогов и из всех легких, и в каком диапазоне это делать. Это можно делать на материале всего слова, и это можно делать в одном из трех окон. Окном могут служить первые два слога, окном могут служить последние два слога, и окном могут служить третий и второй слоги от конца. Получается, что у нас 2 умножить на 2, самый левый или самый правый из тяжелой, умножить на самый левый или самый правый из легких, четыре варианта, и мы умножаем это на четыре возможных диапазона. Всё слово или три двухсложных окна. Получается 4 умножить на 4, 16. То есть ударение чувствительного к весу, да, мы насчитываем таким образом 16 типов. Итого получается у нас 21 вариант. Это вот некоторая такая вот типология ударений в языках мира, которую мы очень сильно сократили по сравнению с комбинаторными возможностями, которые у нас появлялись в самом начале. Мы начали, напоминаю, с 450 триллионов. Теперь мы говорим, что ударение в языках мира может быть примерно два десятка вариантов. Это большой успех. Это показывает, собственно говоря, то, как должна работать лингвистическая типология. Лингвистическая типология — это сокращение пространства возможностей. Итак, мы описали эту систему для разных языков мира. Ну, вообще, надо честно признать, что все языки так все-таки по-простому не опишешь. Бывает какое-то количество сложностей. Бывает, что эти схемы, которые я вам предложил, действуют только в некоторых областях языка. Бывают, что это только статистические закономерности, а не строго логические. То есть, что в большинстве слов так, но есть какие-то исключения. Ну и вот про это мне бы напоследок тоже хотелось немножечко поговорить. Итак, давайте мы вдруг внезапно перенесемся к русскому языку и задумаемся, в каких случаях нам нужно определять ударение по правилам, глядя на состав слова. То есть, напоминаю, да, мы во всех предыдущих примерах у нас, наша жизнь была устроена следующим образом. Мы говорили, вот смотрите, вот у нас есть цепочка звуков, из которых состоит слово. Мы можем на эту цепочку звуков посмотреть, и, произведя те или иные аналитические операции, тогда приписав каким-то гласным буквы L, каким-то буквы H, или приписав к каким-то слогам какие-то веса, значит, проделав эти операции, мы можем понять, на какое место в этой цепочке будут падать ударения. Вот так вот это работает. В русском языке нам такое иногда тоже оказывается полезно. Когда перед нами бывает цепочка звуков, которые нам надо акцентуировать, в которые нам надо поставить ударение. Нам, как носителям русского языка, не приходится сталкиваться с этим в старых словах, которые мы усваиваем со слуха. Ну, вот представьте себе, например, слово «вода» — воду. Я, будучи носителем русского языка, я в детстве слышал, как взрослые люди вокруг меня говорят «вода, воду», я просто усвоил, что в этом слове такое ударение. Я могу усвоить какие-то более сложные вещи, естественно, могу усвоить схему ударения, ну, как, например, у слова «ход», «ходы», да, что в единственном числе будет на основе, во множественном числе будет на окончании. Ну, все такие вещи все-таки мы обычно усваиваем в детстве. Бывают ситуации, когда мы в детстве что-то недоусвоили. Это естественная ситуация, да, мы понимаем, что это то, что называется бедностью стимула в лингвистике, да, именно, что никакой ребенок не слышит всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить систему языка. Никакой ребенок не слышит всю необходимую информацию для того, чтобы, там, уметь из памяти извлечь все формы. Он учится их достраивать, да, но, там, понятно, что мы, даже если, там, ребенок не слышал формы «ходами», но слышал формы «ходов», «ходам», «ходах», да, то он, наверное, может сказать, что ударение будет на «ами» в форме «ходами». Но, тем не менее, есть один важный случай, когда мы ударение вынуждены определять просто глядя на цепочку слов, на цепочку звуков. Именно глядя. Я не случайно произнес это слово, потому что в современном мире мы действительно очень часто многие слова узнаем по звучанию, не по звучанию, а по написанию, да, то есть мы знакомимся со словом, увидев его написанным. Ну и вот, давайте попробуем посмотреть, как мы ставим ударение в новых словах в русском языке. Ну вот, такое слово, да, географическое название, я его не произношу, попробуйте подумать, как вы сами его произнесете. Скорее всего, вы не очень часто с ним сталкиваетесь, да, не очень часто слышите его, поэтому думаю, что у вас нет в голове знания о том, как это надо делать, как это надо произносить. Это вот название одного из японских, одной из японских систем письма, это название еще одного языка, который относится к дравидийской семье и распространен в Южной Азии. Это такое вот растение, которое вы, может быть, знаете по рассказу Гаршина. Вот это вот принципс, не произношу опять-таки, вот это еще один язык в Южной Америке, и вот это вот слово, это название индийского письма, письма, которым пишет санскрит, которым пишет хинди, и от которого произошли некоторые другие виды индийской письменности. Попробуйте их прочитать и поставить в них ударение, да, на те места, которые вам покажутся естественными. Ну, я не могу привести полноценный опрос, но несколько раз я это делал, и результаты оказываются всегда чрезвычайно похожими. Абсолютно большинство людей произносят эти слова с такими ударениями. Ни одно из этих ударений не соответствует тому, что мы находим в словарях, ну и тому, что мы находим в произношении специалистов, тех, кто с этими словами постоянно сталкивается, да, то есть если вы название японской азбуки усваиваете по буковкам, да, глядя на лист бумаги, где не проставлено, или на экран компьютера, где ударения не проставлены, то вы усваиваете его по каким-то вот общим правилам, которые действуют для всех слов русского языка, по всей видимости. Если вы японист, то вы усваиваете это слово от своего преподавателя, да, там, на одном из первых занятий, и вам говорят, что вот есть хирагана, есть катакана, а есть канди, китайские иероглифы, которые используются в японском языке. Но вы слышите, что ваш преподаватель говорит хирагана, и посмотрением на ра, и вы дальше традицию воспроизводите. То есть если это естественное освоение, то у нас будет хирагана, передающаяся из уст в уста. А вот когда мы осваиваем по написанию, то мы, скорее всего, скажем хирагана. Итак, напоминаю, барбадос обычно говорят по словарям барбадос, это соответствует испанскому ударению. Хирагана, малаялом, аталия, гуарани, диванагари. Такие вот ударения, которые на самом деле предписываются словарями и традициями. Ну, если вы не угадали большую часть этих случаев, или даже все, или просто что-то, не расстраивайтесь, это совершенно не страшно. Наоборот, это некоторый интересный факт, который имеет смысл обсуждать. Как это вообще работает? Как получается, что мы в неизвестных нам словах ставим ударение, причем, видимо, ставим его более или менее единообразно, разные носители русского языка. То есть не то, чтобы это работало таким образом, что у нас в этих словах просто случайное ударение ставится. У нас, например, кто-то скажет барбадос, кто-то скажет барбадос, кто-то скажет барбадос. Треть так людей, треть так, треть этак. Нет, так, конечно, не работает. Есть какие-то специальные правила, которые действуют и в русском языке, которые, как мы сейчас увидим, оказываются интересным образом связаны с весом слогов. Русский язык в каком-то смысле похож, например, на латинский или на чувашский, с того, что мы обсуждали. Ну, для того, чтобы это продемонстрировать, надо поставить эксперимент. Такой эксперимент поставил фонолог Дарья Ловицкая в 2015 году. А именно, людям предлагалось произносить географические названия, ну, вымышленные географические названия искусственно созданные, и они должны были читать вслух, соответственно, им приходилось ставить в них ударение. И исследовательница смотрела, куда приходится ударение в этих вымышленных словах. Тот же самый эксперимент мы воспроизвели с моим коллегой Иваном Левиным в 2019 году. Результаты получились примерно те же самые. Так что это показывает, что надежность у этих результатов есть. Ну, давайте посмотрим, как это все функционировало. Что происходило? Людям выдавалась вот такая вот карта. И говорилось, опишите это путешествие. Вот здесь населенные пункты указаны. Вы двигаетесь по стрелочкам при помощи транспортных средств, которые здесь нарисованы. И вам надо говорить что-то вроде там. Из Кунка мы едем в Лути на самолете. Из Лути мы едем в Веренпом на велосипеде. Из Веренпома мы едем в Руто на вертолете. Из Руто мы едем в Килпе на самолете. И так далее. Ну, то есть получается, что у нас все пункты, кроме первого и последнего, надо было назвать по два раза. И важно то, что все эти названия не знакомы. Эти названия сгенерированы автоматически случайным образом. Ну, на всякий случай, просто для удовольствования любопытства сообщаю, что карта сгенерирована не случайным образом. Эта карта, такой интересный рельеф мы имеем на реке Обе в районе Ханты-Мансийска. Да, вот, собственно говоря, вот этот кусочек, который попал на нашу карту, где якобы расположены все эти населенные пункты. И каких-то населенных пунктов там на самом деле не расположено. Там разве что вот есть вот это место под названием Силиярово. Да, вообще довольно, довольно все не имеет никакого отношения к реальности, но это и не страшно. Да, значит, вот у нас получается вот эти вот опрос, опрос, да, вот вам надо прочитать вот такую вот штуку. И разным участникам эксперимента давались разные листы, давались разные картинки. Да, вот, собственно, сейчас вы видите анимацию, которая изображает те восемь листов, которые у нас были. Ну вот зафиксируйтесь на каком-нибудь из этих названий, на каком-нибудь из мест, и посмотрите, что там бывает в этом месте, что там прыгает. Ну вот, скажем, на самом первом можно начать, откуда начинается этот полет. Да, вот смотрите. И давайте теперь присмотримся к тому, какие слова здесь бывают. Слова бывают либо двусложные, либо трехсложные. Да, у нас не бывает ни односложных, ни четырехсложных названий. Как устроены двусложные слова? Двусложные слова, но с устроенными следующим образом. У нас бывает, либо... Давайте вот не буду... Не будет этого мелькания. Посмотрим, что у нас бывает. Вот у нас бывают случаи типа не том, у нас бывают случаи типа не том, тулом, у нас бывают случаи типа лути, у нас бывают случаи типа... Лу-ти-не-ко-не-пи. Смотрите, как они работают. Эти случаи, это у нас слова вида Лу-ти-не-ко-не-пи. Это слова вида согласный-гласный, согласный-гласный. То есть два открытых слога. Слова типа Нетом-тулом-ликим. Это открытый слог, потом закрытый слог. Еще у нас бывают слова типа Кер-по и Кил-пи-кун-ко. Вы видите, это слова вида закрытых слог, открытых слог. То есть такие вот комбинации встречаются в двухсложных словах. Что у нас встречается в трехсложных словах? У нас бывают случаи типа Китери, открытый, открытый, открытый. У нас бывают случаи типа Терин-пим, открытый, закрытый, закрытый. И у нас бывают случаи типа Фар-эл-по, такол-по, открытый, закрытый, открытый. То есть получается, что у нас вот такие вот комбинации встречаются. То есть фактически мы для русского языка предполагаем, изначальная гипотеза эксперимента состоит в том, что вес слогов может быть связан с открытостью-закрытостью. Это мы, собственно говоря, и будем проверять. Итак, у нас вот такие вот листы. Кто были участниками нашего эксперимента? Участниками у нас были 16 человек в возрасте от 14 до 25 лет. То есть в общей сложности они дали произнесение 384 раза. Это 16 человек умножить на 24 таких вот анкеты, которые им надо было описать. Ну тут при этом не учитывались варианты типа «я не знаю, как правильно». Не учитывались варианты, когда говорящий сбивался и произносил два раза с разными ударениями, если это были названия, которые надо было произносить два раза. Итого получается следующая картина. Вот у нас 6 типов. Легкими мы объявляем открытые слоги, тяжелыми мы объявляем закрытые слоги. То есть ноти – это легкий-легкий, пуним – это легкий-тяжелый, кунку – это тяжелый-легкий, докеми – это легкий-легкий-легкий, бетилку – это легкий-тяжелый-легкий, занирпил – это легкий-тяжелый-тяжелый. И куда же падает ударение? Отсчитывать мы будем от конца. Вот здесь минус третий – это третий от конца, минус второй – это второй от конца, минус первый – это первый от конца. Оказывается, что в таких словах у нас, вообще говоря, во всех случаях есть явный лидер. Явный лидер, который набирает не меньше 78%. Нотти, ударение на первый слог, в словах такого типа, два открытых слога, ставят абсолютное большинство, 78%. 98% в словах типа пуним ставят ударение на второй слог, на последний. Кунг, который на первый слог обычно ставит ударение на второй от конца. Дальше мы видим, что люди произносят докеми, люди произносят витилку в основном, и люди произносят занирпил. Понятно, что у вас могут быть какие-то другие ударения в этих конкретных примерах. Здесь еще, возможно, какую-то небольшую роль играет качество гласного, но все-таки факт налицо. Там мы видим огромные преимущества, огромные перевесы у тех или иных типов слов, у тех или иных слогов. Итак, что же получается? Давайте обобщим, что получилось. У нас в легкие-легкие ударения падают на первый легкий, легкие-тяжелые ударения падают на тяжелый, тяжелые-легкие ударения падают на тяжелый, легкие-легкие-легкие на средний-тяжелый, легкие-тяжелые-тяжелые на последний-тяжелый. Мы понимаем, что вообще говоря, в случае типа LH, HL и LHL, у нас очевидно, что так должно быть, потому что да, если есть хотя бы один тяжелый ударение, не может падать на легкий. У нас остается три других случая. LL, LLL и LHH. Это, собственно говоря, то, что нам интересно. Давайте мы попробуем их проанализировать. Вот у нас есть вот такие вот примеры. И что мы можем сказать? Во-первых, мы можем сказать, что в русском языке должно быть двусложное окно. Не может определяться ударение на материале всего слова. Почему так? Потому что у нас LLL имеет ударение в середине. А если бы окна не было, то было бы либо на первый слог, либо на последний из легких. Значит, должно быть какое-то двусложное окно. И какое это двусложное окно будет для трех сложных слов? Это будут первые два слога или последние два слога. Строго говоря, мы еще должны оценить возможность, что окном являются третий слог от конца и второй слог от конца. Да, это не исключено, такая ситуация. Если у нас кажется, что мы выведем окно первые два слога, то мы не сможем понять, какое из двух окон у нас действует. Да, первые два слога или второй, третий от конца. Но материал нам дает, что этой проблемы мы не получим. Потому что слово типа LHH имеет ударение в конце. Значит, окно не может состоять из первых двух слогов или из третьего и второго слога от конца. Почему? Потому что тогда в окно попали бы LH и ударение должно было бы падать на H. Значит, это окно должно включать в себя два последних слога. То есть мы говорим, что в русском языке окном являются два последних слога. Ну, сложное окно. И ударение падает на первые из L и на последние из H. Собственно говоря, все. Вот это вот правило для новых слов, незнакомых слов в русском языке, где ударение мы должны определять по структуре слова. Итак, общее правило. Последние два слога окно, последний из тяжелых, но первый слог последовательный, где все слоги легкие. Ну, если говорить проще, то в русском языке для незнакомых слов действует правило. То есть если слово оканчивается на согласный, то ударение падает на последний слог. Если слово оканчивается на гласный, то ударение на предпоследний слог. Вот, собственно говоря, все. То есть если последний слог открытый, то на предпоследний. Если он закрытый, то на последний. Это соответствует тому, что мы, вероятнее всего, породили в примерах Барбадос, Хирогана, Малаялам, Кталея, Диванагари и Гуарани. Это ударения, которые ожидаются как раз по этому правилу. Но поскольку они фиксированы не правилами, а словарной и традицией, то там они оказываются другими. Ну и, естественно, это не действует в словах, которые мы усваиваем со слухой. В словах типа «рука» – «руки» никаких типов слогов не влияют. Тут действуют другие механизмы. Ну вот примерно так работает схема постановки ударения в соответствии с весом в русском языке. Это нам показывает, что действительно языки мира могут быть устроены очень по-разному. И, может быть, вес может проявляться даже там, где в целом в системе он не работает. Я напоследок покажу последний пример. Древнегреческий язык, чтобы продемонстрировать, что все бывает еще сложнее. А вот вам текст по древнегречески. Это начало Илеады. Да, вот видите, что здесь очень много надстрочных знаков над греческими буквами. И часть из них обозначает ударение. Вот в греческом языке, в древнегреческом, было музыкальное ударение трех типов. То есть не только место ударения важно, но еще и тон, мелодия, с которой произносится ударный слог. И вот значки трех видов, привычный нам значок ударения, тильда и обратный значок ударения – это, собственно говоря, обозначение ударения. Все остальное – это какие-то другие пометы. Например, две точки над буквой обозначают, что это гласное читается отдельно от соседних гласных. Например, всякие апострофы в начале обозначают отсутствие или наличие начального «г» перед гласным. Апостроф в конце слова обозначает отброшенный гласный. Ну вот, нас интересуют вот эти вот три значка. И если вы на них посмотрите, то вы обнаружите, что они распределены разными интересными способами. Ну, например, вот вы видите, что значок обратного ударения встречается только в конце слова. То есть, это вариант обычного ударения, который встречается на конце. Вот посмотрим на «Айде» – «Воспой» у нас на «А» ударение. А «ТА» – «Богиня» у нас ударение тоже на «А», но другое. Другой там значок стоит. Соответственно, мы понимаем, что это вот работает именно таким образом. Всегда вот этот вот значок, привычный нам, где-то в середине слова, ну, или в начале, да, но только не на последнем слоге. А значок обратный, вот, пожалуйста, «Ре» – вот это вот слово у нас «Полас», да, вот он в конце слова. Без учета отброшенных гласных. «Мюри» мы видим здесь вот такую вот картинку. А что еще можем видеть? Это ударение не дальше третьего слога от конца. Мы видим, что значок «Тильда» ставится только на долгих гласных и дифтонгах, на сочетаниях из двух гласных. Ну, вот, например, «Менин» – вот эта вот буква вторая в нем обозначает долгое «Э», и вот на нем ставится это вот ударение в виде «Тильда». Или, скажем, слово «Гелория» – обыча, вот буква, которая похожа на «W» – это долгое «О», «Омега». Здесь у нас ударение обычное, да, но не дальше третьего слога от конца, да. На долгих гласных может стоять обычное ударение, может стоять ударение в виде «Тильда», но вот «Тильда» никогда не стоит на кратких. Или какой-нибудь там «Ахайёйс», да, вот «Ой» – это дифтонг, сочетание двух гласных, «Ой» – на нем стоит ударение. Ну, вот так это все работает. Но это, на самом деле, очень незначительная часть того, что имеет смысл сказать про древнегреческое ударение. Наверное, где-то все-таки надо остановиться. Да, это еще далеко не все, но это просто показывает, что реальный язык может быть иногда сложнее наших схем. То есть, схемы мы предложили, многие языки этими схемами описываются, причем вполне неплохо, но в некоторых языках эти схемы распространяются не на все. Вот, например, мы видим, что в русском языке у нас только на новые слова, это вот фиксированное ударение чувствительное к весу слогов распространяется. Мы видим, что древнегреческий язык был вообще устроен как-то еще гораздо сложнее. Вот те первые приближения, которые мы сделали, они пока даже непонятно, как вписываются в нашу схему. Но греческое ударение все-таки тема для отдельного разговора, поэтому мы сейчас им заниматься не будем. Ограничимся тем, что схемы наши для многих языков все-таки работают. Собственно говоря, это и есть то, к чему мы пришли, обсуждая ударение в языках мира. Во многих языках можно предсказать место ударения в слове в зависимости от того, из каких звуков это слово состоит. Возможно, иногда придется опираться на понятие веса гласных или веса слогов. Вот так это все работает.